Дубль 1845 Что мне так наебаться что ли? Ну что за... Я не понимаю! Как мне это всё решить? Как помочь мне я не знаю... ХАЛО! Если я буду обрабатывать видео и фокуса на мне не будет, я просто возьму вот так вот. Я ни разу в жизни не снимала видео. И мне очень сложно говорить на камеру. И смотреть вон туда, а не туда. Если честно, я не знаю зачем я вообще начала снимать это видео. И просто мне захотелось. Просто захотелось. Понимаете, просто резко вот что-то вот в мозгу так щелкнуло. Типа Лена, сними видео. И Лена снимает видео. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Я хочу рассказать о своей операции на позвоночник, которая произошла ровно год назад и несколько месяцев. На самом деле она не очень веселая, но я хочу, чтобы она служила как бы мотивацией. Не знаю. Уже целый год, а есть, есть, есть. Я это пережила. Ура! Мы перепробовали всякие разные варианты лечения. Вот этого, вот этого, вот этого, вот этого. Понимаете, ничего не помогало. Мы перепробовали разные варианты лечения. Это, короче, бассейн, турничок, гимнастика всякая различная, ЛФК, там столько всего. Мы столько всего делали. И за эти два года ничего, вообще ничего не изменилось. В 2015 году мы решили съездить на обследование в Астану, чтобы нам уже точно сказали, сможем мы справиться или нет. Врач Орловский Максим Николаевич. Как я его обожаю. Это такой классный врач. И, к сожалению, я услышала очень грустные слова. Он сказал, что от твоего сколеза избавишься только так. Никакая гимнастика, никакого плавания, ничто уже не поможет. Ну и куда было деваться, собственно, и куда не было деваться. Я не знаю, как лучше было. Было сейчас, стало сейчас лучше. Я слишком светлая, это плохо. У меня был порог сердца врожденный. Я думала, врачи мне не разрешат пойти на операцию. Но мне сказали, что мое сердечко выдержит. И поэтому мы решились на такой шаг. Девочки, которые очень медленно передвигались по коридорам, они меня явно пугали. Потому что я смотрела на них и такая, думаю, серьезно? Я буду на их месте? Я буду так же само медленно передвигаться? Ты просто смотришь на них и ты понимаешь, что ты будешь через несколько дней на их месте. И это приводило мое сердечко просто в шок. Я здесь просто ходила и просто афиливалась с жизнью. Потому что, ну как я до такого докатилась? Как? Поэтому, пожалуйста, выровняйтесь. Прямо сейчас я жду. Молодцы. Я проснулась в день операции. Начала писать всем ВКонтакте. Типа, ребята, меня увозят сейчас. Пожелайте мне удачи. Конечно же, все писали. Типа, Лянка, держись, мы с тобой. Всех порвем. И, в общем, я такая, все ВКонтакте досвидули. На несколько дней я точно пропала. Вот. Просто телефон попал. Я не буду рассказывать подробности, когда тебя везут обнаженного. Да, обнаженного. В операционную. Это такая жуть. Но мне, я не знаю, почему мне было так смешно. Я просто лежу. Понимаете, мне хочется сесть. Я хочу просто сидя ехать. Почему я лежу? Вот мне интересно. Какая-то тетенька положила на меня таблетки. Сказала, передашь там медсестре какой-то. Я такая лежу. Замечательно, ребят. Конечно, вы ложите на меня все. Я все передам. Мне же больше делать нечего. Когда я уже лежала на операционном столе. Эти все тетеньки, они просто улыбались. Они разговаривали очень громко. Они разговаривали на казахском языке. Хорошо, что я ничего не понимала. И они громко-громко смеялись. И меня это так напрягало. Потому что я лежу. И меня сейчас будут резать. Я такая, почему вы улыбаетесь? Посочувствуйте, пожалуйста, мне. Ой, там синичка за окном улетела. Это знак? Это знак. Потом я начала более-менее отходить от наркоза. И я уже понимала, что происходит. Но время в реанимации текло очень-очень и очень медленно. Я слышала, как привезли мою соседку по палате. Я узнала ее голос. Я просто была в шоке. Потому что я слышу, как врачи говорят. Вот там вот Синицына лежит. Ты помнишь ее? И она поднимает руку и кричит на все реанимацию. Синицына, привет! И я такая, ааа, привет, как дела? Вот общение в реанимации. Потом ко мне подошел мой врач, который меня оперировал. Я была в шоке. Он такой говорит, типа, возьми телефон, с тобой мама хочет поговорить. Она очень переживает. Я беру такая трубку. Мама там, доча, ты как? Я так начала орать. Я кричу, мам, все замечательно. Все хорошо. Я даже помню вот фразу, которую я сказала. Я заорала ее. Я жива. И это главное. Я жива. Все нормально, мамуль. Боли было очень много. Эту боль я даже описывать не буду, потому что это ужасно, ребята. Мама мне сказала, что первые три дня я не разговаривала с ней вообще. Я не говорила ни слова. Мама думала, что я на нее очень сильно обиделась. И она уже тысячу раз пожалела, что мы сделали эту операцию. Кстати, я училась ходить заново. Это, на самом деле, очень сложный процесс. Меня поднимали все врачи. Это был трэш. Это был реально трэш, понимаете? Чтобы перевернуться на живот, мне нужно было пять минут точно, чтобы я там перекарабкалась. Вообще не знаю. Это очень сложно. Вроде же в этот же вечер меня решили поднять. Я не знаю, почему так врачам захотелось. Они думали, что я очень сильная, но они глубоко ошибались, потому что я сразу же грохнулась. Ну да. Я просто полетела. Это был мой первый обморок в жизни. Я раньше никогда не падала в обморок. Просто операции у меня составлял 167 примерно так. После операции 174. Я когда встала, я начала орать, типа, хе-хе-хей, мам, я стала такой высокой. Я такая большая и сразу же упала в обморок. Маме это зрелище не понравилось, потому что я очень страшно закатила глаза. Ей, кстати, не нравится, когда я закатываю глаза. И она сказала на видео тоже не закатывать. Но... Хе-хе-хе-хе-хе. Ну, операция длилась 4-5 часов. За это время я потеряла очень и очень много крови. У меня был очень пониженный гемоглобин, но поднимали его как только могли. Вы не представляете, как стрёмно жрать лежа. Первые три дня, или сколько, четыре дня, пока я вставала и падала в обморок, я не могла жрать стоя, естественно. Меня кормили лежа. Получается, я лежу прямо, поворачиваю голову вбок. Мама мне засовывает что-нибудь в рот. Я пытаюсь это жевать и проглатывать. Это самое ужасное. Не жрите лежа никогда. Ну, если только получится так. Ну, так получилось. Я ходила по коридору с этим дяденькой, который помогал мне передвигаться. Собственно говоря, я ходила с нашатыркой. Он вообще вот так пугался. Я немножко покачнусь. Он такой, я тебя ловлю, не падай, всё хорошо. Я такая, у меня есть нашатырка, всё нормально. Подходит ко мне, значит, врач. И спрашивает, ты меня помнишь? Я такая, я тебя не знаю. Мы были на твоей операции, и ты во время операции просыпалась и двигала ногами. Мы за тобой наблюдали. А я стою такая... Вы серьёзно? Нет, ну вы серьёзно? Вот вы сейчас серьёзно. Я была в шоке. Я была в шоке. Я такая, извините, дядя, я вас не помню. Ещё была одна такая забавная история. На самый последний день мне нужно было сделать опять снимок. Я пошла с мамой. Я захожу, становлюсь. И дяденька мне говорит, девочка, согнись. Как бы у меня был настолько позвоночник неподвижен, что я не могла даже поднять руки. И когда он мне сказал согнуться, я просто стояла вот так вот, типа... Ну ты что творишь, мужик? Что ты творишь? Ай, не могу. Что-то я такая смешная. А вот почему я это так вот смешно это всё рассказываю? Не знаю. Я не могла ему сказать, что я после операции, извините, я не могу согнуться. Мне было просто больно и просто я плакала. Я просто задыхалась. Он такой, типа, ты не вмещаешься вот в эту штуку. Мы не можем сделать снимок, потому что ты не вмещаешься. И я такая, замечательно. Вот я дыл, да. Класс. Эта конструкция, она титановая в моем позвоночнике, и благодаря ей, благодаря ей я не сгинаюсь, не сгинаюсь, не сгинаюсь вообще, короче, я, позвоночник мой неподвижен, у меня может только шея вот так вот, тым, 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 я похожа на голубя, но плечами я его могу двигать, это хорошо, но сгинаться я не умею, конечно, это приносит некое неудобство, первое время мне вообще обувь мама надевала, потому что невозможно, я даже присесть не могла, это ужасно больно. На второй месяц я начала фотографировать, все знают, что я фотографирую, наверное, все, ну, если вы не знаете, то вы уже знаете, вот, я вам сказала, я фотографирую. Приходите ко мне на фотосесс. Начала ходить по крышам, начала, не знаю, передвигаться по всему Петропавловску, просто из того края в другой край, я не знаю, каким образом мой позвоночник это выдерживал, я каждый вечер приходила с ужасной болью, просто падала на кровати, просто не вставала до следующего вечера. Прошлой зимой мне было очень сложно передвигаться по хололёду, потому что одно твое неловкое движение, и ты, Елена, полетишь и сломаешься. Все друзья по этому поводу шутят, что, как бы, если, не знаю, стул уберут, подножку поставят, или я там споткнусь об что-нибудь, я могу сломаться. В общем, это классный стёб. Я теперь железная женщина, я теперь титановая баба, я теперь титаник, потому что конструкция титановая. Вообще, сколько кликух мне придумали уже с этой штукой, это очень смешно и забавно. Тяжести, естественно, таскать мне тоже нельзя, это очень печально. Ну, ничего, это тоже плюс, в каком-то, в какой-то мере это тоже плюс, поэтому берём от жизни всё, берём от жизни всё. Самой огромной моей опорой на тот момент, ну и на данный момент, и вообще всегда, это моя мамуля. Мамуля, мамуля, ты это смотришь, это тебе. В общем, я бы не сказала, что я жалею об этой операции, потому что эта операция изменила во мне многое. Она ещё раз доказала мне, что я очень терпеливый человек в плане моральном и в плане физическом. Ставьте лайк, друзья. Лукас мне за терпелимость. Да! Много вот этого вот короче, вот это короче, вот это короче, вот эти волосы. Чё они меня бесят вот-вот? Может быть, на лосо побриться, я не знаю. Пока вы здоровые, вы должны быть активными, вы должны заниматься всем подряд, вы должны всё пробовать, потому что в один момент жизнь может просто вот так вот чёлкнуть пальцем и сказать, чувак, я заберу тебя это, и вот ты доиграешься у меня. Можно я сейчас буду как Андрей Малахов и закончу видео его любимыми словами? Берегите себя и своих близких. До скорых встреч!